Здравствуйте, уважаемые любители и профессионалы шашечной игры. Поздравляю всех православных людей с праздником. Христос воскрес! С нами Бог! Сегодня смотрел матч за звание чемпионки мира между Тамарой Танцекужиной и Натальей Садовской. Очень интересная партия получилась с классическим контролем, то есть 1 час 20 минут на партию и 1 минута за каждый ход. Очень нервная выдалась партия. В этой партии Тамара Танцекужина допустила ошибку и Наталья Садовская могла победить, но, к сожалению, ей это не удалось. Признаюсь честно, я болею за Наталью. И, друзья, сегодня хочу вам показать окончание этой партии. Оно довольно-таки интересное. Давайте посмотрим. В этом положении Тамара Танцекужина играла белыми, Наталья Садовская играла черными. У белых был вот такой размен и у черных не было выигрыша. Ну, то есть, друзья, что хотят белые? Если черные пойдут в дамки, то белые просто отходят, черные ставят дамку и белые ловят эту дамку тут же. И партия заканчивается ничьей. То есть, ничего страшного нет. Если белые размениваются, допустим, черные как-либо выжидают, но белые просто тоже ждут, когда черные пойдут, и все сведется к этой позиции. Позиция абсолютно ничейная. В этой же позиции Тамара Танцекужина не увидела данного продолжения и пошла 23-18. Наталья, естественно, не дает пройти белым в дамки. Играет 3-8. Далее, ну, естественно, сюда не пойдешь из-за простого ударчика. Тамара Танцекужина играет 48-44. Наталья после долгого раздумия меняется вперед. Белые тоже не дают пройти черным в дамки. И в этом положении Наталья сыграла 9-14. Далее, белые в этом положении пошли 29-23. И черные устремились в дамки. Чтобы не дать пройти черным в дамки, белые жертвуют шашку. И следует обоюдный прорыв в дамки. 19-24, 37-32, 24-29, 32-28. 29-34. Все форсировано, как видите. 28-22, 34-39, 22-17. Здесь черные стоят на перепуте. Как говорится, направо пойдешь, коня потеряешь, налево пойдешь, жизнь потеряешь и так далее. То есть надо определиться, куда ставить дамку. В этом положении можете поставить видео на паузу, попытаться найти выигрыш за черных. К выигрышу ведет только постановка дамки на поле 49. Остальные продолжения ведут лишь к ничей. Почему именно на 49? Идем на 43. Сразу же хочу обратить ваше внимание, что нападать на шашку черных 8 таким образом нельзя, потому что элементарно черные ставят дамку. Согласно правилам стоклеточных шашек, белые бьют, ставят дамку. Дальше она не имеет права бить. Ну и черные тут же ловят. Белых побеждают. То есть так играть нельзя. В этом положении. После хода 43. Поэтому белые вынуждены играть на поле 11. И в этом положении надо ставить дамку именно на поле 49. Почему? Потому что если белые играют на поле 7, то обратите внимание, черные очень красиво могли победить. К сожалению, Наталья не нашла выигрыш. Время в принципе было. Ну, это, друзья, ход был найден с помощью компьютера. Смотрел канал в Арцабе. Переводится с польского как шашки. Подписался на канал. Интересный канал. Друзья, и вот там с помощью компьютера нашли ход 19. Непонятный, конечно, ход для человека. Но на самом деле только он ведет к выигрышу. То есть, если белые ставят дамку на 11, мы просто нападаем на шашку 18. Вот таким образом. Ну и как бы белые не играли, черные бьют на 9. И после нападения уже могут провести все свои шашки в дамке. То есть, это положение легко выиграно. Если же белые ставят свою дамку на поле 2, то черные побеждают вот таким образом. Именно поэтому черные поставили свою дамку на поле 49. Ну, Наталья здесь ошиблась. Сыграла на поле 27. Ну, честно говоря, нельзя винить ее в этой ошибке. Ход, конечно, компьютерный. Очень тяжело поддается расчету. Я, честно говоря, сам не нашел во время партии данный ход. Ну и тут черные, белые легко делают ничью. Ставят дамку на поле 2. Надо бить на поле 13. Белые играют на поле 16. Ну и обратите внимание, как бы черные не играли ничья у белых в кармане. То есть, если черные играют 12, белые просто нападают на шашку по большой дороге. Надо закрываться. Нападают на шашку 12. И если черные закрываются, то белые снова нападают. Будет так называемый вечный шаг. То есть, три раза повторяется позиция и ничья. Если же черные отходят, то белые нападают и должны снять шашку 14. Ну, в правилах международных шашек, конечно, тут в русских шашках можно победить тремя дамками. А в международных шашках в стаклетках нельзя победить. То есть, в данном положении белые, конечно, легко делают ничью. Наталья все это увидела. Все эти продолжения. И в этом положении она пошла дамкой на поле 19. Ну, в этом положении также у белых есть ничья. То есть, они нападают на шашку черных. Надо уходить. И здесь есть легкая ничья, которую Тамара Танцакужина нашла. То есть, белые нападают сзади и с тыла на шашку 14. Видите, закрываться нельзя. Тут черные еще проиграют. И партия завершилась в ничью. Таким образом, не следовало, конечно, нападать. Но черные бы просто закрылись и имели какие-то шансы на победу. Но, естественно, что гроссмейстеры такие ошибки не допускают. Тамара напала на шашку. И легко сделала ничью. Партия завершилась ничью. Друзья, еще один интересный вариант. Хочу вам показать. Позиции, которые случились в партии. То есть, после хода белых шашкой на 18 и хода черных на поле 8. В этом положении, почему нельзя было меняться? Почему Тамара пошла на поле 43? Но обратите внимание, что после размена здесь уже тот маневр, который был продемонстрирован в начале вот этого видео, не проходит. Если белые отходят, то черные ставят дамку. Белые вроде бы ловят эту дамку. Ну и кажется, что после вот такого хода белые отходят, черные выигрывают шашку. Но тут какие-то проблемы у черных с выигрышем. То есть, у белых очень сильная шашка стоит на поле 27. А в этом положении, конечно, проще всего выиграть вот таким образом. То есть, поменялись. Пошли, отошли. Поставили дамку. Поймали ее. Надо не ловить сразу же, а просто подождать за черных. Вот таким образом. И на доске создается так называемый цукцванг. То есть, белым невыгодно ходить. Как бы они ни ходили, черные легко побеждают. Можете в этом самостоятельно убедиться. Друзья, я немного расстроился. Болел за Наталью. Она не победила. И согласно положению данного соревнования, то есть, в случае победы Наталья досрочно могла, так скажем, стать чемпионкой мира среди женщин. А теперь придется играть в быстрые шашки, и затем, возможно, в блиц, если ни одна из соперниц не победит. Ну и неважно, кстати, как закончится матч по быстрой игре, ну, по рапиду и по блицу, все равно придется еще играть девятую партию. Вот девятая партия будет уже решающей. То есть, сегодня, в принципе, Наталья была в шаге от победы. Ну, как говорится, ничего страшного. Будем бороться до конца. Болею все-таки за Наталью. Меня восхитил ее такой широкий жест души. То есть, она сняла знак солидарности с российской спортсменкой, флаг своей страны, флаг Польши. Меня, конечно, восхищают подобные поступки. Это говорит о многом, о человеке. Болею за Наталью, признаюсь честно. Ну, будем следить за данным матчем. Подписывайтесь на мой канал, на канал Варцаби Польский. То есть, там в прямом эфире можете посмотреть за ходом матча, послушать комментарии. Правда, на польском языке, но, в принципе, все понятно. Смотришь, как бы за доской следишь. То есть, идет партия. Партия тут же показывается на демонстрационной доске сильнейший вариант. То есть, всем рекомендуем. Друзья, если вам понравилось видео, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Напишите, пожалуйста, один или несколько комментариев в поддержку канала. До свидания.